Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, кстати, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня вас приглашаю в новый интересный выпуск для тех, кто любит солнце, море, океан и пляжи. Сегодня буду делиться с вами нашей подборкой пляжей на Шри-Ланке, точнее на южном берегу этого замечательного острова. Будет прилично пляжа именно Суноватуны. И начнем мы с первого пляжа, который очень классный для детей, для взрослых и вообще для того, чтобы насладиться в полной мере красотой океана. Но сначала до него давайте доедем, а перед этим вы обязательно поставьте лайк и пишите комментарий, какой пляж вам понравился больше всего. Погнали! У нас есть наш друг MyFriends. С первого дня он нас возит, поэтому дошли до него. Сейчас поедем. Он, правда, сменил прическу. Ну все, мы сели. Тук-туки это прям для нашей семьи лучшее здесь передвижение. В принципе, недорого, но на автобусах вообще в разы дешевле. Вот наш друг прическу сменил. Теперь у него нет этих замечательных кудряжек, что его очень сильно отличало здесь от всех местных. Теперь он как всем. Ну и приехали мы на пляж VGI, Turtle Beach, De La Vela Beach. По сути, это все один вообще пляж. Сейчас я его буду показывать. Ну и, собственно, добро пожаловать. Какой сегодня отлив. И почему-то висит красный флаг. Что бы это значило? Ой, обстановочка. Кайф этого пляжа заключается в том, что вы не просто здесь можете покупаться, вы здесь можете понаслаждаться огромными черепахами. Эти черепахи сюда постоянно заплывают. Вы можете купить корм у ребят, которые ходят за 500 рупий. Это на наши там 100 рублей. И покормить черепах. Это на самом деле нужно сделать обязательно, если вы пришли. Конечно, если у вас есть детки, как у нас, то вы точно так же, как и мы, влюбитесь в этот пляж. Потому что здесь и нету вот этих гигантских волн, каких-то различных океанских течений. Вы здесь будете купаться в полной безопасности. Ну и сами представьте эмоции своего ребенка, когда он видит эту гигантскую черепаху. И у него есть возможность рядом с ней поплавать и ее покормить. Также вы здесь можете взять маску на прокат, что я обязательно сделать, рекомендую. Либо купить, либо взять на прокат. Мы эти маски покупали в Гале. И поплавать, посмотреть на тех же черепах, посмотреть на рыбок. Они здесь потрясающие и красивые. Помимо всего этого, вы на этом пляже можете покушать. Здесь есть ресторанчик, где продают очень вкусную пиццу, которую готовят в печи. И помимо этого, вы можете попить кокосы. Единственное, что они здесь дороговаты и стоят 300 рупий. Обычно цена 200, а в палатках вообще 100. Естественно, здесь всегда много людей. А еще здесь даже можно посерфить. Здесь есть спот, но, так сказать, для тех, кто уже умеет. Кстати, мы же путешествовали по всем городам Южного берега и немного захватывали Западный берег. Так вот, в Хигавуде на самом деле тоже классный пляж. Пляж тоже есть черепахи, и он тоже также закрыт рифом, что очень располагает купаться с детьми, и там нету гигантских волн. Мы тоже там были вечерком, и нам там очень понравилось. Поэтому тоже, если у вас детки, рекомендуем. Как вам пляж? Пишите в комментариях. А мы с вами отправляемся на другой пляж. Доехали мы с вами до пляжа Унаватуна. Для тех, кто впервые попал в наш канал, хочу сказать следующее, что мы выбирали этот город Унаватуна. Здесь прожили, ну, считайте, почти 3 месяца. И выбирали его именно по пляжу. Мы когда гуглили, пляж этот считается одним из лучших в мире представлять вот этот пляж Унаватуна. Но когда мы приехали, мы немножко даже не поняли, ну, типа, а почему? Во-первых, он, безусловно, красивый. Действительно красивый, в нем также безопасно, потому что, так же, как и на черепашем пляже, и проходит риф, в который ломаются волны, и как бы сюда волны не должны доходить. Но, не знаю почему, и не знают ребята, которые здесь уже отдыхают не первый год, говорят, что раньше такого не было. Сейчас волны большие, и купаться в них с детьми, конечно, не совсем безопасно. К тому же начинается сразу резкий обрыв, и ты попадаешь сразу в глубину, где ты, взрослый, не чувствуешь уже дно. Да, здесь, конечно, есть огромные плюсы. Например, огромное количество кафешек и ресторанов. Просто на любой вкус, кухню, кошелек. Вы здесь найдете абсолютно все, даже куча ресторанов с русской едой. То есть, если вы здесь долго соскучились по своему домашнему борщу, то welcome здесь есть такие рестораны. Также здесь есть и водные развлечения, например, водные мотоциклы. Мы тоже брали, катались, отдыхали, вот так вот развлекались над своими мальчишками. Это, конечно, классно. Стоит, кстати, гораздо дешевле, чем на том же нашем юге. Следующий плюс, конечно, это протяженность этого пляжа. Он действительно очень большой. И даже учитывая, что в Уноватуне отдыхает огромное количество людей, то на пляже это никак не сказывается. Здесь нет такой типа, знаете, Анапы, либо нет свободных лежаков, либо вам негде лечь. Например, такая история на черепашем пляже бывает. А вот на Уноватуне нет. Еще есть минус такой, что не так часто, надеюсь, не так часто, но был инцидент, когда, представляете, медуза, ядовитая медуза заплыла за риф и ужалила нашего знакомого. Вот так это выглядел ожог, еле доплыл до берега, поэтому, конечно, не дай бог попасть в такую ситуацию, тем более ребенку. Жесть, просто жесть. Ожог сходит долго, очень сильно болит, поэтому, конечно, нужно быть повнимательнее. Следующие очень классные пляжи, они связаны с серфингом. Ну, представьте, вы катаете, дети купаются в полной безопасности, и это потрясающе. И таких есть два пляжа, которые мы изучили, нам они прям очень нравятся. Первый это Вилигама бич. Такой есть город Вилигама, там, кстати, так же классно и пожить. Там тоже есть ресторанчики. Огромный плюс Вилигаме, это у них есть набережная, где вы даже можете просто с коляской, если у вас ребенок, погулять. Представляете, это так классно. Там огромное количество школ по серфингу. Можно взять доску и отправиться на каталку. Так же и огромный спот. Так же можно там кататься и как новичкам, так и уже тем, кто умеет. Поверьте, скучно не будет. Волны есть и маленькие, и пена, и достаточно большие, от которых можно неплохо себя покалечить. Прокат досок вообще недорогой, где мы не брали, это везде 500 рупий. Детям там вообще купаться абсолютно безопасно. Там нету никаких течений. Главное, конечно, не заходить уже туда, где катают серферы. Но опять-таки, этот пляж находится в бухте, где нету никаких предрасположенностей, что куда-то кого-то утянет. Все абсолютно безопасно. А следующий пляж находится недалеко от нашего дома. Это Сахана Бич. Сахана Бич вообще тоже классный пляж, потому что там можно так же и купаться, и кататься, еще и рыбки прикупить. И так же там есть инфраструктура, магазины. Так же можно и попить кокосы, и покушать. Здесь так же есть заведения местные для европейцев, где цены все в долларах. И так же есть обычные цены для туристов, где цены в рупии. И несколько раз мы ели. Все вкусно, все хорошо. Доски так же по 500 рупий. Песок, небольшие волны. Ну что еще деткам надо? Кайфуют. Блин, это два невероятно классных пляжа. Единственное, что если вы остановитесь, например, в Уноватуне, то до Велегамы вам ехать долго и затратно. А если выбирать Сахану, что мы, собственно, и делали, туда можно дойти пешком буквально за 5-10 минут. Как вам пляжи Велегама или Сахана? Что бы выбрали вы? Напишите в комментарии. Это мы доехали с вами до Мерисы. Конечно, ребята, пляжи Мерисы я не могу не порекомендовать. Во-первых, сам городок очень классный. Во-вторых, пляжи. Какие там шикарные бухты. Там есть так называемые труднодоступные бухты, но они такие красивые. Также есть бухты с бассейном, где вы вообще просто можете так расслабиться, а детки ваши никуда не денутся. Да и просто для общего развития скататься, если у вас, например, нет детей, посмотреть на эту красоту, конечно, точно стоит. Пляжи там тоже огромнейшее количество. Где хотите, там купайтесь. Можно серфить, можно просто загорать. В общем, выбор, выбор огромный. Цвет океана потрясающий. В общем, Мерисы и пляжи в округе, конечно, я вам точно рекомендую. Ну, а самое топовое место, которое я оставил прямо на конец, так сказать, за финалем, это город Тангале. Смотрите, как здесь красиво. Ребятки, оказавшись в Тангале, мы просто обалдели от того, что есть что-то лучше, чем то, что мы уже видели. Ну, вы сами посмотрите на цвет океана, посмотрите на эти невероятные бухты. Там океан вообще просто другой. Песочек, там белоснежный песочек, там по этому песочку бегают маленькие крабики. Этот песочек не имеет никакие там желтоватые оттенки. Он белый, как мука. Естественно, вокруг Тангале огромное количество бухт и пляжей. Мы тоже во многих были и прям 100% рекомендуем. И берег, который находится в городе Тангале, мы прям вообще ставим на самое первое место на Шри-Ланке. Ну, по крайней мере, там, где мы были. А еще в Тангале почти нет русскоязычных. Там больше европейцев. Все говорят на других языках. Если, например, в Новотуне здесь огромное количество просто русскоязычных, то в Тангале совершенно по-другому. В общем, ребятки, обязательно, если вы прилетаете на Шри-Ланку, я настоятельно вам рекомендую хотя бы на денечек, ну, лучше на два, а лучше на три, сгонять в Тангале, попутешествовать по этим бухтам. 100% вы просто под таким впечатлением останетесь и явно не пожалеете. Друзья мои, если вдруг у вас сейчас весна, либо внезапно наступила зима, как это было недавно в Петербурге, и я вас сейчас раздразнил этой замечательной природой, океаном, пляжами. Покупайте билеты, собирайте чемодан и welcome Шри-Ланка. Ну, а если нет, то я очень надеюсь, что вам просто этот видеоролик понравился. Вы немножко зарядились изнутри, через экраны. Пишите свои комментарии, как вам океан, как вам пляжи Шри-Ланки, хотели бы вы здесь оказаться. А если были, то напишите в комментариях, на ваш взгляд, какой лучший пляж все-таки здесь, на Шри-Ланке, где вы были и чтобы вы порекомендовали от себя. Ну, а я буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике уже совсем скоро. И помните, что все важные и нужные ссылки для классных путешествий есть в описании к этому видеоролику. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok